Маска, перчатки, молоток. Вот так некто отметил 1 мая в Димитровграде. Теперь за поимку грабителя ломбарда назначено вознаграждение 100 тысяч рублей. Плюс 25. Здравствуй, майское лето. Сегодня последний день отопительного сезона. Завтра отопление в домах ульяновцев начнут отключать. Чемпионы растут на традициях. В Ульяновске прошла 75-я легкоатлетическая эстафета. 4 тысячи человек вышли на старт. Среди них нет проигравших, но есть победители. На улице плюс 25, а в квартирах топят, как зимой. Но, однако, только сегодня в регионе зафиксирован тот самый пресловутый пятый день подряд, когда температура среднесуточная выше 8 градусов по Цельсию. Это значит, что отопление в домах ульяновцев пора отключать. Соответственно, сегодня дана команда подготовиться к прекращению отопительного сезона и остановке теплоисточников, которые осуществляют подготовку теплоносителя для нужд отопления. Горячего водоснабжения остается. Соответственно, с завтрашнего дня отопительный сезон будет прекращен. Вместе с тем в региональной столице стартует масштабная ремонтная кампания. Запланирована замена важных участков теплосети. А уже с 10 мая начнутся гидравлические испытания трубопроводов. Они повлекут за собой приостановку горячего водоснабжения. С графиком отключения ГВС можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации. Лихие 90-е вернулись в Димитровград. 1 мая в ломбард на проспекте автостроителей ворвался вооруженный грабитель. В руках мужчины молоток. Преступник облачен в маску, перчатки и черную кофту с капюшоном. На записи с камер наблюдения запечатлен весь маршрут любителя легкой наживы. Сначала он врывается в ломбард. На кадрах видно, как грабитель острой стороной молотка наносит мужчине один за другим удары по голове. Следом драка происходит уже за прилавком, где на помощь коллеге подоспел второй сотрудник ломбарда. Выставочные стенды уже на полу, там же и нападавший. На лопатке его уложил раненый охранник. А вот уже мужчины вдвоем атакуют грабителя, попутно выталкивая его из здания, вместо того, чтобы задержать преступника. Теперь эта задача лежит на плечах правоохранительных органов. С места происшествия полицейскими была изъята маска, газовый баллон, молоток и рюкзак. В настоящее время по данному факту органами внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленника, напавшего на охранника ломбарда. Кроме того, в социальных сетях представители этого ломбарда объявили награду за поимку горя грабителя. Вознаграждение обозначили в размере 100 тысяч рублей. До 20 операций по пересадке почки в год региональные власти вкладывают дополнительные средства в развитие трансплантологии и ставят амбициозные задачи по развитию высокотехнологичной медицинской помощи. Первая операция успешно прошла в прошлом году. О перспективах Кристина Агафонова. Для анализа генетической совместимости мы берем кровь у донора и у рецепиента, седьмая пара, которую мы обследуем, донор седьмой, рецепиент седьмой. Получаем сыворотку из этой крови в одной капле 50 микролитров, она хватает 40. В одной капле крови полный генетический портрет. Лабораторное оборудование помогает составить подробные характеристики как пациента, так и донора, а еще обозначить вероятность отторжения органов при пересадке. Основное его преимущество именно в том, что при трансплантации очень критично время. И мы можем этот анализ провести буквально за полчаса всю эту информацию получить. Пока ульяновские медики практикуют лишь пересадку почек. Первая операция успешно прошла в прошлом году. В своей очереди ждут еще две донорские пары. А лаборанты между тем составляют список ожидания. Он должен быть не менее 100 человек. То есть постоянно будет, то есть кому-то будут пересаживать из этого листа, кто-то будет выходить, то есть там противопоказания какие-то обнаруживаются. То есть постоянно идти к почке, но это около 100 обследований в год. Трансплантология – направление для региона новое. И для развития потребует дополнительного финансирования. Основные средства ложатся, конечно, на бюджет области. Но мы привлекаем федеральные средства, что очень важно. Здесь есть поддержка стороны руководящего, звена института трансплантологии, в частности ГАТИЕ. И здесь мы говорим, что в этом году в отделении сумма идет 3 миллиона. Средняя стоимость пересадки одной почки стоит полтора миллиона. И следующий год уже идет по нарастающей. Сумма будет достигать 10, 20, 30 миллионов соответственно. Исследовательская работа и высокоточная операция региональной власти составляет проект полноценного центра трансплантации органов и тканей человека. Базой станет травмцентр. Можно создавать свою программу, обязательно развивать, потому что пул пациентов именно прижизненного донорства, родственного, он крайне небольшой. Это, как правило, только парный орган, в частности почка. Если взять другие органы, то, в принципе, это только посмертное донорство. Мы люди все с вами амбициозны здесь. В этом году мы должны провести 5. В следующий год удваиваем 10. Значит, в 2020-м выходим на 20. На минимальном уровне. То есть вот так вот постараемся ежегодно удваивать. Хроническая болезнь почек приковала к диализу 440 жителей региона. Половина из них может сделать свою жизнь комфортнее после пересадки органов. Кристина Агафонова и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Межнациональную гармонию в исламе обсудили духовные лидеры и прихожане. Одноименная конференция собрала в Корсуне имамов со всей области. Участниками встречи стали около 300 представителей мусульманского сообщества. В преддверии Дня Великой Победы главной темой обсуждения стал мир уже межнациональный. Прежде всего обозначили точку зрения ислама относительно межнациональных отношений. И, конечно, вспомнили основные исторические вехи в развитии этой религии. Во-первых, наша конференция как мероприятие направлена на укрепление межнациональной дружбы, толерантности, развитие патриотизма и системы. Должно сложиться воедино, что независимо от национальности, независимо от веры и языка, народы России должны жить в мире согласия и взаимопонимания. И вопросы, которые будут рассматриваться на сегодняшней конференции, это как раз вопросы взаимопонимания между молодежью и взрослым населением, между отношениями граждан разных национальностей. Партия «Единая Россия» взяла курс на обновление. Ради этого ульяновские медведи включились в продвижение политстартапа. Этот проект поможет молодым политикам обрести наставников, а еще пройти специальное модульное обучение. Первые плоды политстартапа можно будет увидеть 3 июня на «Праймерис». Об этом Эдуард Истомин. Новая смена, новая политика. Проект «Политстартап» для людей не старше 35-ти. Его практический выхлоп – подготовка молодых профессионалов. Будущим депутатам, чиновникам и партийным лидерам решать проблемы простых граждан. Вот моя миссия, конечно, действительно, как человек творческой профессии, тоже превознести какую-то миссию добра и света. И в первую очередь, конечно же, получить политическую грамотность. Тактика на дебатах, контакты с избирателями – зрелая программа. Это как раз то, чего не хватает молодым политикам. Им помогут опытные наставники. Один из них – Ростислав Эдвардс. Он, как федеральный эксперт, не раз организовывал в интернете онлайн-трансляции. Участники могут выбрать себе наставника, причем могут выбрать себе наставника по темам. Вот тема, которую я обозначил – это предвыборный штаб, как его сформировать и, соответственно, каким образом использовать в рамках предвыборной кампании. Если кому-то интересна жарко-дискуссионная тема, он может выбрать другого наставника. Дело в том, что мы не все знаем именно категорически все деятельности. Дело в том, что нам все-таки необходим наставник для того, чтобы в деятельности законотворческой, как раз юридической сфере. А в этом плане я еще пока не полно имею такие знания. Полит-стартап – это не только наставники, но и специальное модульное обучение. Новый образовательный уровень поднимет планку молодых политиков. И тогда на праймере с 3 июня они будут не статистами, а реальными конкурентами. У нас есть установки Генерального совета нашей партии, установки, которые у нас выявлены через Новосибирску. Это необходимость проведения предварительного народного голосования. Это вовлечение предварительного народного голосования молодых лидеров, молодых участников. Участвовать в праймере смогут как партийцы, так и беспартийные. Главное – не иметь и не хранить счета в иностранных банках, а еще быть несудимым. Крайний срок приема документов – 8 мая. Эдуард Истомин, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Больше, чем спорт, больше, чем состязание. И не меньше, чем настоящая традиция. В выходные в областном центре прошла 75-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновская правда». Почему ее назвали «эстафетой эстафет», расскажет Антон Никитин. Ровно 75 лет назад, во времена военного лихолетия, в 1943 году, впервые прошла легкоатлетическая эстафета. И сразу же стала главной спортивной традицией региона. Менялись маршруты, название улиц, число команд. Но что-то оставалось неизменным. Самое важное, что единство команды, я говорю, это как цепь. Из многих колец сложно. Одно концерт взоролос, и все. Восьмой нагрудный номер. Команда фактически выбывает. И это главная отличительная черта любой эстафеты. В этом году лозунг «эстафета, эстафет» связан еще и с победой на Олимпиаде в Сеуле заслуженного мастера спорта СССР Владимира Крылова. Он стал олимпийским чемпионом в эстафете 4 по 100. Но, как и у всех, начиналось все с малого. Будучи еще школьником в 80-м году, он вместе с командой одержал победу в первых сельских играх в Рязаново. И там я бежал эстафету 4 по 100 метров, которую мы в то время выигрывали Сенгиревским районом. И как бы так было брошено зерно моей спортивной жизни. И получилось так, что от сельской Олимпиады я дошел до Олимпиады настоящей. Еще до официального старта на Соборной площади после парада прошла символическая эстафета. Из рук в руки спортсмены разных поколений передали эстафетную палочку. От участника первого забега 1943 года участникам будущем. Звучат слова об открытии 75-й эстафеты. Спортсмены расходятся по своим этапам. Перед стартом обязательная разминка, беговые упражнения, растяжка, нервы на пределе. Но вот воздух над площадью буквально разрывает звук выстрела. Всего в этом году участвовало около 4 тысяч человек в 11 группах. Это и ульяновцы с ограниченными возможностями здоровья, и семейные команды, представители СМИ, трудовые коллективы промышленных предприятий, силовых структур, сборные муниципалитетов, вузов, СУЗов и самые многочисленные команды школьников. Все они готовились к этому дню, и на протяжении всей дистанции легкоатлетов поддерживали болельщики. Несмотря на то, что гимназисты из первой уступили в самом начале по ходу трассы, они смогли в очередной раз доказать свое превосходство в упорной борьбе с принципиальным соперником – 82-й школой. За эти 4 года впечатление море. Но самое большое, что каждый год мы командой сполочаемся, каждый год мы стараемся. Уже не первые доказывают, что мы первые. Что первые? Всегда первые. Мы выиграли это лучше. Спасибо большое. Не стали изменять традициям и студенты педагогического университета. В своей группе они также вновь стали лучшими, финишировав с огромным отрывом. Ощущения просто не передать словами. Болельщики поддерживали. Я не знаю, это просто надо пробежать самому. Самой быстрой семьей стали Грачевы из Корсунского района. Среди муниципалитетов отличился Инзинский район. Среди предприятий – Локомотив. Среди СМИ – Газета Чемпион. Среди инвалидов-колесочников – команда Заволжского района. Инвалидов по зрению – команда номер один УСАЖ. Не было равных студентам техникума Олимпийского резерва, как и команде ОМВД в своих группах. Сегодняшний день запомнится как участникам самой эстафеты, кто бежал, и тем, кто стоял рядом, помогал. Я думаю, что все отметят это и надолго сохранят. Потому что через эстафету прошли целые поколения ульяновцев. Сегодня уже бегут внуки, правнуки, те, кто бежал первый раз в то лихолете, начиная с 43-го года. И, возможно, среди них есть те, кто, как Владимир Крылов, через несколько лет будет защищать честь России на Олимпиаде. Поживем – узнаем. Антон Никитин, Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Мне остается пожелать вам только приятного вечера. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова